Всем привет! На связи Алексей Шреддер. Я решил сегодня закончить лениться и записать такие видео. И даже если я это решил вот так, не спонтанно, а заставил себя, то это не значит, что видео будет проходное. Тема будет важная. Отказной тренинг. Я сегодня расскажу, насколько это важно, особенно для натуральных атлетов, но я считаю, что важно для всех атлетов. Отказной тренинг в достижении роста мышечной массы, силовых, показателей, показатели выносливости и так далее. Сначала немножко покажу вам свою форму. Разумеется, я слил всю массу. Ну, как обычно. Шреддер на ПКТ. Так, отказной тренинг. Насколько это важно? Почему я эту тему решил отдельно вот так записать? Потому что вот мулька повелась в последнее время в интернете, я не знаю, откуда она пошла. Отказ убивает силу. Какая классная речь кем-то была толкнута, что вот отказ убивает силу. Она, наверное, так великолепно импонирует суперленивым людям. Ну, почему бы и нет? В зале не пашешь, посредственно занимаешься, а имеешь результаты все, которые хочешь. Как здорово, да? Я вам так сразу скажу, что работа не в отказ. Это не работа. То есть, это реально легко. Это не напряжение. Это вот в сигару покурить вместо тренировки. Работа не в отказ. И от этого ты имеешь все результаты, которые хочешь. Класс! Вообще! Во! Супер! Правда? Любые виды спорта можно здесь так применить для понимания. Нужно пробежать атлету 100 метровку за 9 секунд, 9 десятых. А он бегает за 10,4. Он чувствует, что может поднажать. Но он не поднажимает. Зачем? Зачем приближаться к отказу? Зачем бежать в отказ? Отказ убьет силу. Я буду бегать за 10,4 постоянно, не перенапрягаясь. А когда придет время, на соревнованиях сам по себе пробегу за 9,9. Вот сам по себе организм пробежит за 9,9. А я буду бегать за 10,4. А вот если я сейчас буду быстрее бегать в отказ, то у меня отказ убьет силу. Я вообще буду бегать за 11. Я вообще откачусь назад. Допустим, нужно штангу на соревнованиях толкнуть. Штангисту 200 килограмм. А он на тренировках больше 170 не толкает. Зачем толкать больше 170, приближаться к отказу в одном повторе? Если это убьет силу, и он еще слабее станет. А так он будет 170 толкать, толкать, 170. Толкнул, поставил, толкнул и так далее. А на соревнованиях толкнется само по себе 200. Понимаете? Само по себе. Вы, надеюсь, понимаете. Это применимо к любому виду спорта. Я иронизирую, я смеюсь, мне смешно. Вот это выражение «отказ убивает силу» оно противоречит целиком всей концепции спорта. И всему тому, что нам раньше вливали в уши о спорте. Вливали правильные вещи в спорте, везде. Нужно превозмогать себя. Нужно иметь силу воли. Нужно не просто работать в отказ, а идти сверх отказа. Когда ты уже не можешь физически, настолько сильную можно иметь мотивацию из головы, что ты превозмогаешь свои физические способности. Не знаю, понимают некоторые, кто занимался профессионально или кто очень старался на каких-то своих соревнованиях, тот понимает, о чем я. Сверх своего отказа тренироваться. Вот что приводит к результату в спорте. В любом виде спорта. Бег, плавание, хоккей. Ну, особенно там, где именно не мастерство имеется в виду, а какой-то физический навык. Максимальная выносливость, максимальная сила. Без работы на тренировках в отказ, на максимум, и даже сверх максимума нифига не будет. А то отказ убивает силу. На халяву практически тренируешься и имеешь все результаты. Я понимаю, почему так хорошо укореняется подобная чушь в интернете. Потому что зритель целиком обленился, не хочет пахать и хочет все иметь. Но вот кто будет на это настроен, тот ничего иметь и не будет. И я вот сейчас что скажу. От работы не в отказ, некоторые тоже могут прогрессировать. Но, во-первых, эти некоторые. Либо новички. На новичках работает все. Когда новичок приходит в зал или там не в зал, а на турники, и у него не было физического стресса никогда раньше приличного на организм, для него и работа не в отказ. Это уже стресс большой на организм. И, конечно, организм реагирует, повышая какие-то системы, улучшая организм. Потому что это уже для него стресс. На новичке сработает, разумеется. Но когда новичок дойдет до определенных уровней силовых показателей выносливости, все остановится. Все будет на месте до конца жизни, без попыток работать в отказ. С платтор никогда не сдвинется. Да, если будет работать в отказ, это тоже не значит, что он сразу сдвинется и обеспечен вечный прогресс. Платтор все равно будут, но они будут превозмогаться. А без работы в отказ будет ноль. Стопор на всю жизнь. Теперь, почему еще некоторые работают и там не в отказ, и при этом у них есть какое-то развитие? Потому что они на фарме, на стероидах. Очень-очень многие химики, в большинстве своем, любители. Работают совершенно не в отказ, работают, ну там, просто так, помахать гантельками, поразводить их. И они накачаются больше, чем натуральный атлет, работающий в отказ. По массе больше. Просто потому что они повысили искусственно в десятки раз уровень свой анаболический, за счет стероидов. И они обманули природу. И на них все по-другому работает. И вон они выросли. А натуральный атлет по-любому должен включать свои адаптационные механизмы организма, чтобы развиваться. Но я искренне верю в то, что и химик, если он хочет чего-то добиться, обязан работать в отказ. Просто обязан работать в отказ. Во-первых, потому что я верю Арнольду Шварценеггеру, который всегда говорил, известно, что он химик, конечно. Нужно работать в режиме сверхотказа. Вот эти повторения, последние сверхотказа. Кто-то терпит, тот и станет чемпионом. Вот так говорил Арнольд Шварценеггер. И логично предположить, что, скорее всего, стероиды будут более эффективно использоваться организмом, если более жестко будут тренироваться определенные мышечные группы или определенные движения, а не просто так кто-то накололся и само по себе у него в результаты выросли больше, чем у другого, кто тоже накололся, но он еще и фигачит. Понимаете? Все должны фигачить, как натуралы, так и химики, в отказ. И все фигачат, кто хотят быть чемпионами. И речь не только о бодибилдинге, о тяжелой атлетике, о пауэрлифтинге, но и обо всех видах спорта. В отказ должны работать все. Все, включая, ну, марафонцев, включая всех атлетов, грибцов, кто работают на выносливость. Не важно, сколько повторений в отказном подходе. 5, 10, 15, 20. Ну, кто-то преследует рост выносливости. Он там, допустим, бегает 400 метров. Для него работа на 400 метров, там, это вот один подход. Это подход. Это не 10 повторений, а 400 метров. Понимаете? У каждого свой подход, свой тип. И везде человек должен, чтобы превозмочь, вот, какой-то уровень развития организма, заставить организм развиваться дальше, он должен работать в отказ. Для того, чтобы включать определенные адаптационные свойства организма. Сверхкомпенсацию, сверхвосстановление. Вот, организм, это система с энергосбережением. Он не хочет просто так увеличивать силу и увеличивать мышечную массу. Ему нужно дать понять, что это жизненно необходимо. А для этого нужно поработать сверх своего отказа. И тогда на организм будет такой наложен огромный стресс, что он почувствует урон. А в следующий раз он такого урона не хочет чувствовать. Поэтому у него есть такая фишка, как суперкомпенсация или восстановление. Происходит суперкомпенсация, в следующий раз подобный стресс не приносит такого жуткого дисбаланса организму. Все прекрасно. Но в следующий раз вы опять обманываете новый уровень развития вашего организма новой работой в новый отказ или сверхотказ. И такими мелкими шажками суперкомпенсации вы постепенно приходите к высоким результатам. Я повторюсь, на мой взгляд, это супер важно не только для натуральных атлетов, но и для всех тех, кто на допинге и на стероидах. И эти люди это знают. И они все готовятся к олимпиадам и к очковским соревнованиям. Вот кто работает, кто пашет, тот и достигнет определенного результата. Конечно, если кому-то эти высокие определенные результаты не нужны, то ему и не нужен отказ. Это понятно. Речь идет о тех людях, которые загорелись, которые замотивированы, которые хотят нарастить мышечную массу, которые хотят нарастить силовые показатели и показатели выносливости. Я напомню, неважно, насколько повторений идет подход. Везде, если вы хотите повысить уровень навыка, выносливость, сила или там еще что-то, вы должны работать в отказном порядке. Только в отказном. Не путайте с отказом целиком от тренировки, когда вы ели, вы ползаете из зала. Это перебор с объемом тренинга. Имеется в виду одномоментный мышечный отказ. Momentary muscular failure называется эта вещь. Одномоментный мышечный отказ в беспрерывном каком-то подходе. Вот что максимально развивает ваши навыки. Сила, выносливость, рост мышечной массы. Сколько по объему работать в отказных сетах? Сколько их должно быть? Это очень сложный вопрос. Сложно сказать капитально. Потому что, во-первых, у разных людей разная генетика. Разный уровень стресса. Кто-то загонный, постоянно в стрессе. А кто-то человек такой нормально, стрессоустойчивый. Только у него и способность к большему количеству отказных сетов за тренировку. Кто-то мало спит, кто-то больше. У кого-то правильное питание. Кто-то ест лишь бы что. Аминокислот недоедает из продуктов питания. И у него плохое восстановление. Это что касается вот таких обстоятельств. Плюс ко всему. Непонятно, сколько у человека тренировок за неделю. Как часто происходят тренировки. Сколько дней между тренировками. Сколько упражнений на мышечную группу в день. Сколько мышечных групп разных в день тренировки. Поэтому, ну как понять, сколько нужно отказных подходов. 1-3, я бы сказал так. 1-3. Минимум в упражнении один отказной подход должен быть. По Майку Менсеру. Минимум. Если у вас за тренировку одна мышечная группа в одном упражнении, тогда одного мало будет. Если упражнение так 3, допустим, день груди, то в каждом упражнении должно быть хотя бы по одному отказному сету. И всего 3 будет. И так далее. 1-3. Тут еще зависит от уровня вашего стажа. Чем больше у вас стаж, тем больше может быть отказных сетов. И так далее. Но запомните. Без отказных сетов нифига никакого прогресса не будет. И не нужно думать, что отказные сеты погубят вашу.